Нашли уютное кафе, в котором можно сейчас 25 декабря покушать. Большая часть кафе закрыта, а здесь вот они работают. И у них так прикольно, интерьер такой классный. Это такой вот фастфуд типа Макдональдса, KFC, только здесь, по-моему, более аппетитные блюда, более аппетитные сэндвичи. Мы вот сейчас ждем наш заказ, стейк-эвэй, пойдем на улицу кушать, гулять и кушать. На разведку вышли. Был дождь, малых не взяли, ставили в номере, потому что там и Мэрлин что-то начал кашлять, не по-детски. Вот, и попозже зайдем на обратном пути и возьмем вам тут с собой еды. Прям ваечки ездит. Я вообще люблю есть на улице. Для меня в этом есть какая-то магия, какой-то уют. Наверное, это со студенческих времен еще осталась привычка, когда мы выходили между парами зимой в какую-нибудь ближайшую забегаловку и покупать шуварму, шаверму, шаурму. Смейлипах. А, хорошо. Ну, может быть, его взять, малый. Тут так тепло. Вообще, когда заходишь здесь в какое-то заведение, очень тепло. Тебя сразу жаром таким обдают. Глядины такие. Видите, люстры интересные, какие на потолке, как айсберги. Я показываю, чтобы тебя сдать, сдать проверить. Какой у нас номер? Я считаю. Три к шестой. Две с половиной минуты нам ждать. Ну, не больше. Видишь, ты лепак показывал. Это вот там много маленьких? Ну, там, они по половинке, да, по-моему, 8 половинок. О, мое готово. Моя еда. Так, сахар тут насыпаешь отдельно. Это соль, сразу говорю, не трогай. Ты потом будешь позмущаться. Моя еда. Моя еда. Моя еда. Моя еда. Продолжение следует... Продолжение следует... Нафига мы поженились-то, да? Ну вот так вот, поэтому мы по отдельности берем еду себе. Ну да, зато я на твою не покушаюсь, а ты на мою. Ну да, зато я на твою не покушаюсь. И все разбирают, никто Нового года не ждет вам. Все, скоро и намека не будет на то, что что-то здесь было. Вот такие дела. Новый год здесь как-то даже, наверное, не второстепенный праздник, а такой какой-то побочный, может быть, не для всех. Вот мы пришли в кондитерскую. Да любую, вот сюда, не знаю, вот сюда. Ну давай вот сюда, вот этот дом. Меню нет. А что ты хочешь? Хотя возьми. Возьми мне. Что-то взять. Кофе. Прикольное меню сделано. Как иллюстрации такие и подписанные составные части, да. Вот, кстати, на стенах те же самые иллюстрации, только в виде картин. Ну так уютненько. Мы сели у окна, будем сейчас наблюдать, как будут разбирать эту елку. А ее будут разбирать, мы уже поняли, потому что свет вырубили. А, это типа их сеть? Да, но это ИВ, 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 это вот их название. Ох, какие тут вкусняшки. Я, правда, только смотреть на них люблю. Для меня это как произведение искусства. Есть я это не очень люблю. Вот что вот это такое? Извините, что это? Эгног. Эгног. Вау, это, оказывается, эгног? Не, просто мне интересно, что это. Это эгног. Сначала, сначала закажу, потом посмотрю, что это. Не, ну, глянь, все прикольно. Вот, вот орех. Карамель, шоколад, ореховое что-то, еще что-то. Прикольно. Как мне нравятся рисуночки. Не, они очень оригинальные. Угу. О, это очаровательно. В таких подносиках деревянных принесли нам кофе. Классные, да? Да, классные. Вот, мужу нравятся кондитерские. А мне не нравятся. Угу, как классно же. Не, мне нравятся, как зачастую кондитерские оформленные. Они лучше, чем фастфуды. Но мне не нравится сладкое. А эти сладкие, ну, сладкие. Сладкие. О, это твой орех. Да, это мой орех. Его мужа довела. Он теперь тоже фоткает свои кофе и пирожные. На работу отправили. Просто, да, Шармберген отправлял, потому что они взяли вишню или что-то такое, что во Франции делают. Типа, проезжают орехи. Там в лазурь и мусс орехов походил. Угу. Там мусс? Да. Вообще, конечно, кондитеры – это те еще художники. Какие они вещи делают. Я есть такое не люблю, а вот чисто внешне восторгаюсь. Такой полет фантазии иногда. Что торты, что пирожные вот такие. Вот как это изнутри выглядит. Там что-то вытекает. Ну, я знаю. Лови. Я с кем? Сняла? Да. Мы зашли за водой опять в тот же супермаркет, в котором вчера были. Я только заметила, сколько тут видов воды с разными вкусами. Даже с гранатом есть. Со смородиной, с цитрусовой. Нет. Солнышко проглянуло. Глядишь, мы сейчас еще и гулять вытащим детей наших. Красиво как! Значит, закалка. Видите, дети раздеты. А, не видите. Короче, дети раздетые вообще в холоде. Ну, поросенок непослушный. Воюем всю дорогу с ним. Каждый день. И на улице, и в отеле. Одна война. Он норовит наступить в лужу. Папа ему не дает. Нога не долетает до лужи. Так, там дорога. Осторожней. Не дергай этот бубончик. Сейчас опять снимешь. Какой-то магазин со старинной обувью. Ну, либо это имитация, либо это старинная обувь. Что-то мне кажется, что все-таки имитация. А там, кто его знает? Представляете, в деревянных таких раньше ходили. Вот как те. Неудобно, наверное, было. Сумка старинная. Для чего вот эти колечки, интересно, на обуви сзади? А, это, наверное, там веревочки привязывались как-то. Они как-то, а, да, там, соединены чем-то. Вот задняя часть и передняя. Сапоги. Интересно. В KFC пацаны кушают. Берлин попытался, сделал один кусь. И все. И сказал, не буду. Один кусь. Этим ограничивается вся еда. Папа будет? Я не хочу. Идем на Карлов мост сейчас. Смотрите, что я здесь обнаружила. Бутик Михальный Грин. Привет, Израиль. И ничего не закрыто. Все это были слухи. Все работает. Или маркетинговый ход, конечно. Все открыто. Вот, пожалуйста. Тут такая адская толпа. Тут так легко потеряться. Просто яблоку негде упасть. Я даже толком и не снимаю ничего. Потому что я боюсь от своих отстать. Что они меня потеряют. Надеюсь, на мосту такого не будет. И мы хоть что-то сможем посмотреть. И я уж молчу профотографировать на мосту. И я уже даже и не надеюсь. Машина, машина, смотрите. Все смешалось. Кони, люди. Я взяла сегодня камеру. Целенаправленно сделать фотографии нормальных. Вот что получается, то и снимаю по дороге. Мешают люди, конечно. Людишки мешают, как всегда. Встала от своих. Хочу вам показать масштабы катастрофы. Какая толпа прется на Карлов мост. Или с него. Я там немножечко поредела. Так, где мои? А, все, я вас обогнала уже, да? Мы не станем, чтобы тебя подождать. А. Да, я тут, мама. Мама тут. Вот это да. Мы уже почти у входа. Нифига себе людей сколько. Да, зайка, что? Что? Ты, зайка, не держи меня за ногу, я так упаду. Мерлин, иди, иди за папой. Вот мы подходим к мосту. Нам нужно будет... Я думаю, что мы не сойдем. Вот это толпа. Так, все держитесь. Макс и Алексей, лучше друг за друга держитесь. Вот это вот здание вокруг. Смотрите, какая красота, какая архитектура. Ну, все, мы пришли на Карлов мост. И, кстати, не так все страшно, как мне казалось. Не так уж и много людей. Меньше, чем на входе. Как-то тут, наверное, попросторнее. Не так толпятся все. Тут река. Вот они, эти статуи знаменитые. Там замок, как будто Хогвартс. Да, Хогвартс. Вот возле того мы были, кажется. Я не собираюсь, что вы войти. А вот эту статую нужно потереть на счастье. Вот то здание впереди, Елисей сказал, похоже на Хогвартс. И вот я помню, что мы вот именно возле него фотографировались с Ромой, когда здесь были первый раз. А не возле того, возле которого вчера были. Не возле Людмилы. Ну, второй я Людмилу эту не помню. А вот этот вот помню, что он вообще гигантский. Гигантский готический собор. Прям с горгулями, со всеми делами. Вот он классный. Вот отсюда видно. А там то, что похоже на Эйфелеву башню, это... А что это? А, да, мы туда поднимались. Телевышка, да, мы туда поднимались. Всё, показываю вам последний потрясающий вид Скарлова моста. Смотрите на эти замки. Всё, у меня села батарейка на телефоне. Зарядить я в ближайшее время вряд ли смогу. Поэтому пока что на сегодня прощаюсь. И дальше покажу вам только фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok